Весна, наконец-то ты наступила. Ну хотя бы в календаре. Так-то снег еще вовсю лежит. Ах да, это Фотообэкспаньюз. Погнали. Начнем с небольших новостей из Южной Кореи. Компания Самьянг на своей странице в Facebook опубликовала тизер, из которого следует, что в скором времени будут представлены 8 новых объективов. Список оптики. Самьянг XP 10mm f3.5. Кстати, он уже официально представлен. Данный объектив обходит Laowa 12mm f2.8 по углу обзора и Laowa 10-18 по основным характеристикам. Новый Самьянг XP 10mm f3.5 предназначен для полнокадровых камер и предлагает угол обзора 130 градусов без искажений. Компания утверждает, что разрешающей способности данного объектива хватит для 50 мегапиксельных камер и съемки 8К. Известная цена данного объектива – 1250 долларов. Далее в изображении второй и шестой – это объективы Самьянг AF 14mm f2.8 для беззеркальных полнокадровых камер Canon и Nikon. Третий и седьмой объектив – это Самьянг AF 35mm f1.4, также для беззеркальных полнокадровых камер Canon и Nikon. Четвертый – это AF 85mm f1.4 для Sony E. Пятый – AF 85mm f1.4 для Nikon F. И восьмой объектив – тоже для Sony E, но пока что неизвестно какой именно. К сожалению, цена на остальные объективы пока неизвестна. Кроме первого. И кстати говоря, он не такой уж и дешевый. Вообще не дешевый. Как часто вы слышали фразу «смотри на мир шире». Так вот, есть люди, которые воспринимают ее буквально. Основатель компании Lanser & Tails, Роджер Кикейло, надеюсь я правильно прочел, рассказал о том, как создал прототип объектива Погодите, название длинное. C4 Precision Optic 4.9mm f3.5 HyperFishy. Рыбий глаз, которому в буквальном смысле даже рыбы позавидуют. Угол обзора – 270 градусов. Настолько широкоугольный, что объектив может смотреть в буквальном смысле позади себя. Слово говоря, Nikon раньше выпускала ультраредкие 6-мм объективы Fishy, которые также могут видеть позади себя. Но не настолько. Я имею в виду классический Nikkor 6mm f2.8, имеющий 220 градусов в поле зрения. И который, кстати говоря, весил 5 кг. Но и прототип Роджера не отличается компактностью. Карманом его точно не назовешь. C4 Precision Optic был анонсирован почти 4 года назад, 1 апреля 2015 года. Тогда это сошли 1 апрельской шуткой и не восприняли новость всерьез. Но теперь ясно, что выпуск этого уникального объектива вполне реален. Логично, что если этот объектив поступит в продажу, то это будет лимитированная серия. Очень ограниченная и только по спецзаказу. Ну, область применения можно придумать разную. Мне на ум приходит камера слежения на открытых пространствах без мертвых зон. По-моему, отличный вариант. Бывало ли у вас такое, что вы натыкаетесь на идеальный объектив? Вот просто ИДЕАЛЬНЫЙ! И цена приятная. Вот только он по другую систему. И если его и надеть через переходник, то полноценно работать он не будет. Например, такое часто бывает у владельцев Canon и Nikon, которые смотрят на объективы соседней системы. Теперь эта проблема частично решена. Kipone анонсировал первый в мире объектив-адаптер Canon EF. Данный адаптер не только позволит вам устанавливать объективы Canon EF, в том числе и от сторонних изготовителей, таких как Sigma и Tamron, на полнокадровой беззеркальной камеры Nikon, но и сохранить возможность автоматической фокусировки. Компания заявляет, что адаптер будет представлен на выставке CP Plus 2019 в Yokogami. Справедливости ради скажу, что автофокусные переходники уже давно существуют на рынке. Первым был EdgeArt Pro AF в 2016 году, который превращал мануальную оптику Leica M в автофокусную на Bayonet Sony E. И недавно в наших новостях мы говорили и о другом переходнике от этой компании, уже для Nikon. Так что, по сути, это новость лишь расширение вариаций, поставить на вашу камеру что-то неродное. Бывало ли у вас такое? Вы смотрите на фото, точнее на боке, который присутствует фото, и пытаетесь угадать, с каким объективом оно было сделано. Ведь у некоторых объектив есть довольно узнаваемое боке. Например, Helios имеет круговое боке, и Industar имеет боке в виде звездочки. Но теперь ведь можно и собственное боке создавать. Очень легко. Наш знакомый изобретатель Дмитрий Гацан представил свою разработку в виде насадок для формирования боке различной формы. Насадки предусмотрены как для Full Frame камер, так и для Crop. Данные насадки призваны разнообразить ваши боке в различных съемочных ситуациях. Непосредственно на сайте представлены образцы и видео, демонстрирующие эффекты боке различной формы. Как по мне, довольно простое и элегантное решение для того, чтобы разнообразить ваш видеоряд. Я уже вижу, как на корпоративе Газпрома при съемке на боке красуется эмблема факела. В общем говоря, посыл ясен, а вариации применения вы и сами сможете придумать. А для более подробного ознакомления вы можете пройти по ссылке в описании. А для тех, кто живет в северной столице, есть возможность посетить физический магазин, где можно как приобрести, так и потестировать данные диафрагмы. Прозвучит банально, но я бы хотел со звездочкой, чтобы все думали, что я снимаю на Индустар. Ну, нравятся мне табаки, что поделать. Немного новостей из Китая. Компания Kipon еще в январе на выставке CES 2019 представила новые версии своих спидбустеров. Но теперь готовится представить эти оптические решения уже за пределами Китая. Они будут выпущены в основном под два байонета. Sony E, полнокадровый и кроп, и Micro 4.3. Данные спидбустеры эффективно сокращают фокусное расстояние в 0,7 раза, позволяя установить полнокадровые объективы на матрице с кропом, существенно увеличив покрытие площади объектива. Новые версии предназначены для камер с боке высоким разрешением и 4К-видео. В данный момент спидбустеры продаются на основных торговых интернет-площадках. Обновление коснулось 26 переходников производимых компаний. Список вы видите на экране. Это, конечно, все хорошо на словах. Однако в сети, ну, лично я, не смог найти какие-то демонстрации новых переходников. Насколько хорошо они работают с оптикой, насколько они раскрывают ее возможности, насколько лучше изображение, четче, качественнее или хуже может быть. Немножко подозрительно. И снова новость про объективы. Если честно, все словно с цепи сорвались и начали представлять новые объективы, или хотя бы их анонсировать. В преддверии выставки CP plus Япония была представлена третья версия хорошо зарекомендовавшего себя объектива Mitacom Speedmaster 50mm f095, выпущенный сразу под несколько байонетов Nikon Z, Canon RF, EF и Sony E. Объектив по большей части сохранил прежнюю оптическую схему, однако были доработаны механические недостатки, а также появилось новое многослойное просветление для ряда оптических элементов схемы. Поскольку объектив основан на старых оптических схемах, интересен он будет тем фотографам, которые любят специфичные боке кругового типа. Также нужно учитывать, что данный объектив в основном имеет хорошую резкость только по центру, а на самой открытой диафрагме фокусироваться с его помощью не очень удобно, поскольку для фокус пикинга требуется довольно высокая оптическая резкость. Запуск объектива в продажу начнется в апреле 2019 года по цене 900 долларов. Можете закидать меня камнями в комментариях, однако мне кажется нужно знать меру по замыливанию заднего плана, я имею в виду боке. Так что этот объектив, как по мне, для людей с комплексом маленькой дырочки в объективе. Никого не хочу обидеть, однако открывать диафрагму на максимум по поводу и без повода, это дурной тон, это всегда считалось дурным тоном и попросту убивает все понятие композиции в кадре. Это не есть хорошо. Что-то много сегодня новостей про объективы, поэтому… Давайте продолжим. Sigma анонсировала 11 объективов под Bayonet L. Сюрпризом данное решение не стало, поскольку технический план по производству объективов был представлен компанией еще на фотокина 2018. Интересно, что основная часть объективов это не новые оптические решения, разработанные специально под беззеркальные системы, а уже имеющиеся с измененным корпусом под новый рабочий отрезок. Меж решениями раньше занималась компания Samyang, которая таким же образом умудрилась сделать целый комплект своих объективов под Bayonet Sony E. Чтобы подчеркнуть дороговизну каждого объектива, в конце названия красуется слово ART. Одновременно с объективами компания анонсировала переходник под Bayonet Canon EF и Sigma SA. Первый является более популярным из тех зеркальных Bayonetов, под которые компания производила объективы ранее. А второй – это способ поддержки для своих пользователей, которые снимают на камеру Sigma. Которые снимают на камеру Sigma. То есть люди, которые фактически занесены в красную книгу. Не потому что камеры плохие у Sigma, нет. Просто они, ну, не настолько популярные. А жаль. Немного новостей от Sony, правда не про камеры и не про объективы. Неожиданно – пульт. Компания Sony представила пульт, позволяющий фотографам управлять свои камеры по Bluetooth. Но беспроводной пульт дистанционного управления AMT-P1BT, какое удобное название, работает по Bluetooth, устраняя необходимость в проводах и кабелях. Он имеет чрезвычайно быстрое время отклика – всего 0,05 секунды, что обеспечивает фотографам точность при спуске затвора именно в тот момент, когда необходимо сделать снимок. Хотя пульт дистанционного управления не имеет какого-либо дисплея, он оснащен светодиодной подсветкой индикации его рабочего состояния. Он предназначен для работы в широком диапазоне температур и имеет пылевлагозащиту. На пульте управления есть кнопка функции C1, для которой можно выбрать несколько вариаций команд. Фотографы могут использовать пульт дистанционного управления для съемки в режиме BALT, открывая и закрывая затвор двумя соответствующими щелчками основной кнопки. То есть без удержания кнопки в течение всей экспозиции. После следующего обновления прошивки пульт будет совместим с камерами Sony Alpha 6400, Alpha 7 III, Alpha 7 R III и Alpha 9. Беспроводный пульт дистанционного управления Sony AMT-P1BT будет доступен с апреля 2019 года по цене 80 долларов. Конечно, это не первое решение от компании Sony по дистанционному управлению камерой, однако он отличается своим дизайном, хорошей ценой 80 долларов – это не так уж и много, пылевлагозащитой и большой скоростью отклика. И как раз таки функцией BALT при двойном нажатии на функционирующую кнопку. А теперь небольшая новость о конкурсе. Назван победителем Russian National Award 2019 – национальной премии, которая уже несколько лет проводится в рамках глобального конкурса Sony World Photography Awards. Им стал Сергей Щербаков. Сергей – видеомонтажер и фотограф. В качестве приза он получил комплект новейшего фотооборудования Sony, а его работа будет представлена на итоговой выставке в Лондоне. Снимок, который принес Сергею Щербакову победу, сделан из 8 кадров, снятых под одним углом, но с разным фокусным расстоянием. Согласитесь, смотрится весьма интересно. Работы же других победителей вы можете видеть на экране. Надо бы на досуге также попробовать поснимать. Вдруг что-то отдельное выйдет. А теперь рубрика «Ваши новости». Ммм, слишком ярко. Александр Ждакаев прислал новость о смартфоне с неслабым таким фокусным расстоянием. Как и было обещано на презентации к открытию выставки MVC 2019 в Барселоне, компания Oppo анонсировала смартфон с технологией десятикратного зума без потери качества. Основная камера состоит из трех модулей. Сверхширокоугольный на 16 мм, основным 48 мегапиксельным и телефото. У смартфона особая внутренняя конструкция, которая позволяет использовать всю ширину и толщину телефона за счет боковой постановки линз. Вся камера обеспечивает охват фокуса в расстоянии от 16 до 160 мм, 35 мм в эквиваленте. Далее Андрей Федосей прислал великолепную новость, я бы даже сказал историю. Вот то, чего нам не хватает. Член итальянской независимой группы Чезура, фоторепортер Габриэль Макалици был ранен в Сирии во время освещения столкновений между сирийскими демократическими силами и ИГИЛ. Вместе с военными и режиссером СИНН, находясь на крыше, Габриэль решил снять черный флаг, когда террористы выстрелили в них из РПГ. При взрыве гранаты, конечно, на нем были бронежилет и шлем, но лицо закрывала лишь его лейка. Габриэль получил осколочные ранения руки и лица и чудом остался жив. Сейчас он в больнице и выздоравливает, и, наверное, выбирает новые камеры. И теперь мы знаем, что для данной профессии нужны не только стальные нервы, но и стальная камера. Оглашу одну из новостей Бориса Захарчука, которая уже, кстати, есть у нас на сайте, под его авторством. Компания Nikon наконец-то представила информацию о выходе новой прошивки для полнокадровых беззеркальных камер Nikon Z7 и Z6. Ранее мы писали о том, что компания Nikon разрабатывает свой алгоритм фокусировки по глазу для новой беззеркальной камеры Nikon Z, готовит видеовывод в RAW-формате и поддержку карт CIF-Expert. Теперь Nikon сообщает, когда же можно будет улучшить производительность ваших фотокамер. Поддержка автофокуса при фотосъемке с распознаванием глаз станет доступна в мае 2019 года. Распознавание глаза будет доступно при покадровой автофокусировке и постоянной фокусировке. Одновременно будет улучшена работа автофокуса в целом. Пользователям камеры Nikon Z станет доступна функция автофокусировки со слежением в непрерывном высокоскоростном режиме, а также функция автоматической экспозиции со слежением. Кроме того, изменения коснутся и автофокусировки при недостаточном освещении. Но, к сожалению, данные, когда появится поддержка видеовывода в формате RAW, пока неизвестны. И Никита Копытов прислал нам не самую свежую новость, но которую мы упустили в свое время. Так что восполняем. Компания Alixar выпустила карту памяти SD с колоссальной емкостью 1 терабайт. Забавно, что первыми анонсировали данные карты SanDisk еще в 2016 году, но так и не упустили. Alixar выпустили. Скорость передачи данных этой карты 95 мегабайт в секунду, что не так уж и много по современным меркам. И, по сути, единственное, чем она может похвастаться, это большим объемом. Новая карта Alixar 1 терабайт поступила в продажу по розничной цене 500 американских долларов, но на Amazon ее можно найти по цене 399 зеленых. Итак, это были все новости на сегодня. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Если да, поставьте лайк. Если нет, дизлайк. Напишите комментарии. Посетите наши соцсети ВК, Фейсбук, Инстаграм, колокольчик. Нажмите. Если не нажали. Если нажали, не трогайте. Пускай останется как есть. Посещайте Яндекс Зен. А лучше подпишитесь. Он будет вас уведомлять о новых новинках фотоиндустрии. Вообще, на ту тему, которую вы выбрали. Ну, в нашем случае, фотоиндустрия. И, конечно же, вот на эту почту можете прислать ваши новости. Если они хорошие и еще не присутствуют на нашем сайте, мы их публикуем. А в конкурсе участвуют все, кто присылает актуальные, полезные новости на почту. Независимо от того, прозвучали они в новостях или нет. Так что, время еще есть. Вот это почта. До встречи в следующих выпусках. Пока. Продолжение следует.